Следующая программа предназначена для зрителей старше 16 лет. Мы не хотим напугать, мы лишь рассказываем о том, что происходит вокруг. Здравствуйте, вы смотрите Место происшествия в студии Павел Буянов. Сейчас короткий анонс, после продолжим. Мы не признаем. Обвиняемые в убийстве охранника предстали перед судом. Все виноваты, вы считаете? Нет, не считаю. Один человек пострадал в аварии на улице Дружба. Наркозик управляете? Да. 25 килограммов зелья сожгли в печке сотрудники наркоконтроля. Приготовление шашлыка в одном из нижегородских кафе приняли за пожар. Обвиняемые в убийстве охранника предстали перед судом в Тозаводском районе. Начался процесс над подозреваемыми в убийстве охранника кафе Сергея Емщикова. Момент убийства попал в объектив камеры наблюдения. Этот факт и показания свидетелей и помогли быстро задержать подозреваемых. Началось рассмотрение уголовного дела в отношении троих нижегородцев. Их обвиняют в жестоком убийстве охранника кафе. При этом ему были нанесены не только множественные удары руками и ногами, но и предметами мебели. Напальня Емщикова нанесли множественные удары по толщу, по конечному руками, ногами, столом, а также находящимся в кафе, столом, приборным, вилкой, ножом. При этом Николаев нанес по толщу и конечному щеку не менее трех ударов стула, не менее трех ударов рукой, не менее восьми ударов вилкой, не менее трех ударов ногами. В зале суда находились жена и мать погибшего. Даже спустя время им по-прежнему тяжело было вспоминать о случившемся. Нет, я не могу в это поверить. Я никак не собираюсь, что делать. Через несколько минут, минут 10, может быть, я пришла в себя. Я не знаю. Напомним, смерть бывшего полицейского наступила из-за массовой драки в одном из нижегородских кафе. Незадолго до расправы в кафе происходил конфликт между отдыхающими компаниями. Чтобы утихомирить разгоряченных посетителей, на место событий вызвали наряд полицейских. Как видно с камеры наружного наблюдения, спустя считанные минуты на место происшествия приехали и медики. По версии следствия, в этот момент между охранником кафе и посетителем произошел конфликт. Охранник, сделав неоднократные замечания, посетителю просит покинуть заведение. Суровые мужчины приняли это за оскорбление. И конфликт опять вспыхивает с новой силой. Как видно с камер наружного наблюдения, драка продолжилась на улице. К одним из участников даже приехала подмога с резиновыми дубинками. Самая жестокая пятиминутка разыгралась в кафе. На кадрах видно, как разгневанные мужчины ворвались в кафе, где их уже встретил Чоповец с пневматическим пистолетом в руках и попросил покинуть кафе. Однако перевес сил оказался на стороне злоумышленников. Повалив охранника на пол, один из нападавших нанес удар стулом, другой – столовым прибором. Нанеся несколько ударов ногами, кулаками и всем тем, что находилось в кафе, роковым ударом стал удар прикладом пистолета, которым пытался защитить себя охранник. Нападавшим этого оказалось мало. В ярости выходят на улицу и продолжают выяснять отношения с другими участниками драки. Прохожие, видя такую картину, вызвали еще один наряд полицейских. Считанные минуты на месте происшествия стянуто более шести патрульных машин. Сам потерпевший еще некоторое время остался жив. Его увезли в карете скорой помощи. Спустя два часа мужчина умер. В ходе расследования уголовного дела двоим из мужчин предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему, повлекшей по неосторожности его смерть. Третьему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 116 Уголовного кодекса Российской Федерации по бою. И поскольку данный мужчина ударов в голову потерпевшему не наносил, а смерть последнего наступила непосредственно от причиненной ему черепно-моговой травмы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса, максимальный срок которого составляет 15 лет лишения свободы. Полина Зайцева, Артем Кичемасов, Сергей Лепатов, Илья Улинков. Специально для места происшествия. Один человек пострадал в аварии на улице Дружбы. Столкнулись Лада и Тойота. В столкновении пострадал молодой человек, сидевший за рулем Лады. Удар на марке пришелся в воительскую дверь. По предварительной информации, у него травмы ключейцы с места аварии. Его увезли в машине скорой помощи. Сразу после случившегося на место приехала и мать пострадавшего. Она объяснила, как все произошло. В него врезалась камера. Она ехала на красный свет в вороте. Сейчас его госпитализировали, везли в больницу. Какие у него травмы? Ну, я не знаю. Возможно, перелом ключицы. Другой водитель комментировать эту ситуацию отказался и категорически отрицал версию о езде на красный сигнал светофора. Я ехал на свой зеленый. Вы как-то пытались помочь Ладон? Да, пытался. Я вызвал скорую помощь, она тут же приехала. Вообще, вы себя виноват, вы же просчитаете? Нет, не считаю. Обстоятельства произошедшего выяснят сотрудники ГИБДД. Им и предстоит выяснить, были ли нарушены правила дорожного движения в этом случае. 25 килограммов наркотиков сгорели в печке. Сотрудники наркоконтроля совместно с силовыми службами провели плановое сжигание наркотических средств. Приговоры по этим уголовным делам уже вынесены. Виновные в производстве, хранении и продаже зелья уже получили свои сроки. Дело дошло и до вещественных доказательств. Героин, уже приготовленный к сбыту. Один за одним наркополицейские отправляют в огонь пакеты с наркотиками. Им предстоял долгий день. Всего 25 килограммов наркотических веществ потребовалось сжечь. Процесс происходил под бдительным присмотром бойцов спецназа. В общей сложности больше пяти видов запрещенных средств стали поводом для возбуждения против их хозяев около ста уголовных дел. Нижегородские наркополицейские провели плановое уничтожение наркотических средств и психотропных веществ. В огне уничтожено около 25 килограмм наркотиков. Все они служили в качестве вещественных доказательств в судах Нижегородской области. И в отношении них судами было принято решение об уничтожении. Сами хозяева запрещенных веществ получили реальные сроки заключения. Некоторые из них уже отбывают свое наказание. Так, одним из пойманных с поличным оказался хозяин притона, продававший товар своим клиентам. В ходе оперативных действий хозяина и всех причастных к преступлению удалось быстро вычислить, а вскоре и ликвидировать притон. Вы ранее судимы? Нет. Нет. Наркотики употребляете? Да. Какие наркотики употребляете? Разные. Нет, назовите конкретно. Дезаморфин, героин. Где уберете наркотики дезаморфин? Приезжает человек, делает. Это точно? Это точно. По материалам следствия, неожиданно для семьи мужчина стал спускаться по наклонной. Он даже развелся с женой и нашел себе новую компанию. Вот только друзья вместо помощи научили мужчину варить дезаморфин. В народе попросту называемый крокодилом. Несмотря на то, что от его употребления человек покрывается чешуей и, как правило, не живет больше нескольких месяцев. Артем не только продавал наркотик всем желающим, но и сам был не прочь принять его. К счастью для него сотрудники полиции остановили эту пагубную привычку. А после этого мужчина оказался на скамье подсудимых. Видимо, полностью осознать сделанное мужчина смог, отрезвев от действия наркотиков, находясь под следствием. Хочу искренне разгариться за свои деяния, которые я совершил. Извините перед законом. Закон. Мужчину приговорили к пяти с половиной годам заключения. По крайней мере, на этот срок мужчина будет избавлен от преступного соблазна. А двух других наркоторговцев пришлось брать штурмом. В своей машине они пытались убежать от бойцов спецназа. Но даже поняв, что им не убежать, попытались оказать сопротивление. Правда, со спецназом лучше не шутить. И вскоре оба задержанные уже лежали на земле, скованные наручниками. Руки за спину! Быстро руки за спину! Слой, слой, слой! До того, как оперативники поймали их с поличным, они собрались провернуть крупную сделку по продаже трех килограммов наркотиков на сумму в несколько сотен тысяч рублей. Для этого они приготовили три увесистых пакета с порошком. А посетив их дом, оперативники обнаружили целую лабораторию по производству порошка. К тому же, колбы по его производству находились по всей квартире. Оба даже научились самостоятельно варить зелье. Но, видимо, не предполагали, что порошок окажется в руках правоохранителей. Два умельца из города Кстова производили его и сбывали. За что получили реальные сроки наказания. По девять лет колонии строгого режима каждому. Полина Зайцева, Артем Кичемасов при поддержке. УФСКН по Нижегородской области. Специально для места происшествия. Приготовление шашлыка в одном из нижегородских кафе приняли за пожар. Свидетели увидели дым и вызвали пожарных. Несколько спецавтомобилей приехали по сигналу о пожаре в одном из нижегородских кафе. Но вскоре выяснилось, тревога ложная. И спасать никого не требуется. По предварительной информации, повара готовили шашлык в закрытом помещении. А дым от мангала, видимо, и напугал прохожих. Правда, после этого хозяевам кафе придется побеседовать с правоохранителями. Готовить шашлык в закрытом помещении противоречит правилам техники безопасности. И владельцам придется заплатить немалый штраф. На этом выпуск завершен. Корреспонденты программы продолжают следить за оперативной обстановкой в городе и области. О происшествиях и преступлениях сообщайте на телефон редакции 212-9-112. Пишите нам в интернете адрес электронной почты программы указан на экране. Эфир продолжит службу новостей город с Дмитрием Сорокиным. Всего вам самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok